Шестой класс, третья серия. Решение задач. Задача первая. Какую цифру нужно написать, чтобы число делилось на 36? 36 – это произведение двух взаимно простых чисел. То есть 36 можно представить в виде произведения. 4 умножить на 9. Так как 4 и 9 – числа взаимно простые, то должен одновременно выполняться признак делимости и на 4, и на 9. Давайте начнем с признака делимости на 9. Сумма цифр числа должна делиться на 9. 1 плюс 2 плюс 5 плюс 2 – 10. Значит, единственный возможный вариант для последней цифры – это 8. Тогда сумма цифр числа будет делиться на 9. Теперь надо проверить, будет ли это число делиться на 4. Две последние цифры числа образуют двузначное число 28, которое делится на 4. Значит, вот это пятизначное число будет делиться и на 4, и на 9, а значит и на 36. Итак, ответ. Надо написать цифру 8. Задача вторая. Существует ли трехзначное число, которое в 10 раз больше суммы своих цифр? Обозначим это число АВС сверху черта А сотен В десятков С единиц в виде суммы разрядных слагаемых 100 умножить на А плюс 10 умножить на В плюс С. И это число в 10 раз больше суммы своих цифр. Давайте посмотрим, существует ли такое трехзначное число. Так, надо раскрыть скобки справа, перенести справа на лево все слагаемые. Получится 90А минус 9С равно 0. Разделить обе части равенства на 9. Получится 10А минус С равно 0. Ну, а теперь надо проверить, существуют ли такие А и С, при которых вот это равенство будет верно. Наименьшее возможное значение для А – 1, для С – 0. Наибольшее значение и для А, и для С – 9. Перебирая возможные значения для А и С, приходим к ответу. Таких значений А и С, при которых это равенство верно, не существует. Значит, такого трехзначного числа не существует. Задача третья. Делится ли на 4 число, которое в троичной системе счисления записывается вот так. В троичной системе счисления счет идет тройками. Каждая следующая разрядная единица в три раза больше. Последняя цифра показывает, сколько единиц. Предпоследняя – сколько троек. Затем сколько девяток. И это 27. Так, один раз по 27. Две девятки, две тройки, 0 единиц. Так, значит, в десятичной системе счисления это число записывается вот так. 51. 51 на 4 не делится. Значит, ответ – нет, не делится. Признак делимости на 4, который есть в десятичной системе счисления, в троичной системе счисления применять нельзя. Потому что в разных системах счисления разные признаки делимости. Задача четвертая. Расшифруйте запись. Может ли буква С соответствовать цифре 6? Так, разные буквы – это разные цифры. Складываются трехзначные числа, получается трехзначное число. Давайте запишем в столбик. И, допустим, С – это 6. Если С равно 6, три раза по 6 – это 18. 8 пишем, 1 запоминаем. Так, ну а теперь давайте сделаем предположение. Допустим, Е – 0. Так, посмотрим, что получится. Е – 0. Значит, здесь 1. Пока все сходится. Разные буквы – это разные цифры. Какие значения может принимать буква L? Три одинаковых числа складываются и получается трехзначное число. Значит, L – 1, 2 или 3. Один не подходит, потому что один уже есть. Два тоже не подходит, потому что получится, что B – 6, а 6 уже есть. Значит, L в таком случае – 3. Три раза по 3 – 9. Вот и получается, что разные буквы, разные цифры. И буква С может принимать значение 6. Ответ – да, может. Задача пятая. Можно ли построить 6 точек и 12 непересекающихся отрезков с концами в этих точках, так, чтобы из каждой точки выходило 4 отрезка? Так, давайте сначала отметим 6 точек. Допустим, это вершины двух треугольников. Один из этих треугольников находится во внутренней области другого. А теперь построим непересекающиеся отрезки. Причем 6 отрезков уже есть. Это стороны данных треугольников. Значит, осталось построить еще 6. Из каждой точки должно выходить 4 отрезка. Давайте построим эти отрезки. Так, вот и получается, что 6 точек, 12 непересекающихся отрезков. И из каждой точки выходят по 4 отрезка. Вопрос – можно ли построить? Ответ – да, можно построить. Например, вот так. Это quarter- clerk. Ответ – да, сегодня. Это три доллара апреля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сض